Я являюсь попечителем благотворительного фонда Старость в Радость, который занимается одинокими пожилыми людьми в домах престарелых. У нас вопечении больше 200 домов в 30 регионах страны. И просто важно, нужно и полезно знать, что благотворительность — это не только и не столько про деньги, сколько про внимание, про время, которое вы можете отдать тем людям, которым время и внимание ваше очень нужно. Хорошо, когда человек не один, особенно в серьезном взрослом возрасте. Везде важна команда. В сегодняшней съемке важна команда. Не справится один фотограф в одиночку, одна артистка в одиночку, так и, наверное, их жизни. Здорово, когда у тебя есть своя команда единомышленников, людей, которые тебя понимают, любят и уберегают, и помогают тебе в трудные минуты, и разделяют счастливые моменты. Это тоже, кажется, выйдет в монтаж, да? Прям монтажная мысль. Моя семья всегда была очень маленькой, но такой сильной. У меня всегда было столько любви и заботы. И я очень рада, что с самого раннего детства меня приучили к абсолютно любви. Родители мне рассказывали, что любят меня, бабушка и дедушка говорили мне, что меня очень сильно любят. Поэтому сложилось впечатление, что весь мир настроен к тебе положительным, что тебя любят и все. Важно, как ты себя видишь изнутри, таким тебя видят люди. Вот если ты считаешь, что блеск на губах с утра сделает твой день, исправит ситуацию, и тогда ты будешь самая прекрасная на свете принцессы. И выйдя на улицу, все будут этого восхищаться. Так и будет. Я верю в это. Настолько была уверена в любви родителей и всего мира ко мне, что однажды подошла к незнакомому человеку на улице и спросила, вы меня любите? Человек, ну, видимо, опишев это вопросы с трехлетнего ребенка, вдруг сказала, нет. А я так засмеялась, потому что я подумала, что он шутит. Ну, как можно не любить меня или какого-то другого человека? Все должны друг друга любить. Вот такое было мироощущение в детстве. Продолжение следует...